В спорткомплексе «Динамо» прошел областной турнир, посвященный памяти погибших сотрудников ОМОН отдела Росгвардии. О том, как почтили память тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг, Павел Филатов. Любой, кто служит в спецподразделениях, знает, главное, чтобы в трудную минуту тебя прикрыл боевой товарищ. Поэтому гибель сослуживца ощущается как потеря самого близкого человека. В памяти об офицерах, погибших при исполнении служебного долга, ежегодно проводится целый комплекс мероприятий. В феврале этого года в 33-й школе открыли мемориальную доску, посвященную Игорю Аненкову, погибшему при взрыве служебного автомобиля во время командировки. Память о своих сотрудниках, забота о их родственниках – это просто такие незыблемые уже вещи, которые как бы с первого дня, когда приходит сотрудник на службу, его втягивают в это, и он как бы проникает с этим пониманием этого, что это одна из важных задач, выполняемых на данный момент. Ежегодной традицией стало проведение спортивным обществом «Динамо» турниров в память погибших офицеров специальных подразделений. Нина Анатольевна и Анатолий Иванович – родители погибшего Игоря Аненкова – постоянные гости на таких мероприятиях. Мы, конечно, гордимся своим сыном, и вот внуки сейчас у нас пошли по стопам отца. Он был очень справедливым, добрым человеком, и к родителям к нам относился, очень хорошо любил всех, и жену, и детей. Открыли мероприятие сыновья погибшего офицера, подняв государственный флаг. Оба еще в детстве твердо решили идти по стопам своего отца. Как говорится, сделать что-то хорошее для своей страны. Но, как говорится, если ты хочешь сделать что-то хорошее для страны, начни с себя. А полиция в данный момент – это хороший, как говорится, приоритет. Открытый областной турнир по рукопашному бою объединил юношей и девушек всех возрастов. На татаме сошлись бойцы из Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Главная цель соревнований – не только показать, что память о погибших жива, но и воспитание патриотического сознания у молодежи. Павел Филатов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.